Пока пожарка пришла, туда её проводили. Все приезжают, я ничего не знаю. Жителям Добролёта всю эту неделю не до огородов. Лесной пожар подступил вплотную к посёлку. В субботу на борьбу с огнём стало почти всё взрослое население. Вот мы вчера все выходили, Добровольт, вот все, мы тушили пожар, возили туда воду. Это был район сухой. Вот, всё, что мы сделали вчера. До администрации никуда мы так и не дозвонились. А приезжала машина с пивоварихи, там было казачество, ребята из казачества. Они оказали нам тоже, кстати, помощь. В воскресенье ситуация обостряется. Пожар бушует в километре от посёлка. От стены огня, дома отделяет лишь небольшая речка. Сухая жара и сильный ветер. Пламя распространяется стремительно. Всё это время у реки дежурят сразу несколько пожарных машин. Две из Иркутска, одна из Малого Голоусного. Огонь не щадит, ни многовековые ели, ни молодняк. Считанные секунды. И на месте зелёных деревьев обугленные стволы. Испытанное средство в борьбе с огнём – это, как ни странно, сам огонь. Сейчас здесь как раз применили этот способ. Здесь ситуация подконтрольная. Сейчас запровольцы пустили встречный огонь для того, чтобы ликвидировать пожар. Это произойдёт после того, как это пламя встретится с тем, который идёт с другой стороны берега. В воскресенье вечером пошёл сильный дождь, и местное население смогло сделать, наконец, небольшую передышку. Но пока ещё не вздохнуть спокойно. Люди продолжают жить в режиме ожидания и в любую минуту готовы вновь встать на защиту своих домов. Татьяна Веретина. Новости сейчас. Субтитры подогнал «Симон»